Первый театр города встречает гостей в непривычной обстановке. Залпы орудий – реконструкторы в форме моряков времён русско-турецкой войны. 200 лет назад, 9 февраля 1819 года, в Севастопольском Адмиралтействе заложили легендарный брик Меркурий. Его спустили на воду в мае 1820 года. Подвиг корабля восхищает до сих пор. 20 орудий против 184. Русский брик-разведчик встретил два линейных турецких корабля. Их силы в 10 раз превосходили силы Меркурия. Несмотря на это, капитан-лейтенант Александр Казарский принял бой. Брик одержал победу, чем увековечил своё имя. Был награждён кормовым георгиевским флагом. Этой легендарной победе в Севастополе посвятили первый в городе памятник. Спустя 200 лет Меркурий снова расправит паруса. В 2019 году планируется начало закладки копии Брига. Надо по чертежам и подобию построить. Я задаю вопрос, какие размерения Меркурия были современным морякам. Многие говорят 140 метров, 300 метров, 200 метров. А он-то всего был 29 метров длиной. И 9,5 метров шириной. Понимаете, это парусно-гребное судно. У него ещё весла были. И чтобы проникнуться глубиной подвига, надо увидеть этот Меркурий. Меркурий планируют сделать учебным судном, на котором смогут проходить практику курсанты, а также музеем. Сейчас заканчивается работа над его проектом, рассказал Виктор Кот. После того, как документ пройдёт экспертизу и согласование, начнётся строительство парусника. В честь 200-летия закладки Брига Меркурий в Севастополе памятную доску и копию кормового георгиевского флага осветил протеерей Сергий Халюта. Доску установят на верфи исторического судостроения, где будут воссоздавать легендарный Брик. Исполняющий обязанности секретаря Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин, обращаясь к присутствующим, подчеркнул, русским морякам и солдатам во все времена были присущи доблесть, любовь к отечеству, верность боевому братству и готовность к самопожертвованию. Строить Меркурий будут из дерева с пропиткой, так же, как в 19 веке. А вот оборудование будет современным. На борт установят 18 пушек, некоторые будут действующими. Брик сможет салютовать во время праздников. В ближайшее время уникальная дата, пятилетие нашей русской весны, великое событие. Но она стала возможна, эта дата, русская весна, вообще эти события стали возможны, наверное, и потому, что были такие, как командир Брига Меркурий-Казарский. Мне вот довелось выступать год назад в Государственной Думе и рассказывать своим коллегам о том, что такое Севастополь, что это уникальный город, с уникальной историей, с уникальными памятниками. Депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов напомнил, что на Матросском бульваре в сердце героического русского города установлен первый памятник, увековечивший подвиг Брига Меркурий и его отважного командира Александра Ивановича Казарского. Слова потомству в пример, начертанные на памятнике, стали символом всей последующей истории Севастополя. Хотел бы сказать от имени наблюдательного совета, который занимается реконструкцией Матросского бульвара. Мы сделали всё от нас зависящее для того, чтобы эта реконструкция, благоустройство завершились как можно скорее, и чтобы севастопольцы получили доступ к тому великому памятнику, на котором начертаны те слова, которые являются символом нашего города. Работы по строительству копии Брига планируют начать уже в мае. Виктор Кот рассказал, что на реализацию проекта уйдёт два года. Точная стоимость станет известна, когда будет готов проект корабля.